так коллеги приветствую я александр молчанов и каждый кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях получит сегодня подарок от вселенной также я напоминаю что полным ходом идет набор на онлайн-курс сценарий телесериала в нашей сценарной мастерской если вы хотите научиться писать сценарий если вы хотите стать профессиональным сценаристом то самое время пройти по ссылке в описании подать заявку и занять место на курсе пока его не занял кто-то другой на настоящий момент сейчас у нас прямой эфир 12 00 23 октября на курсе осталось 21 место так что не откладывайте следующий сериальный курс у нас будет только через год поэтому если вы смотрите сейчас прямом эфире то пишите в чате что вы меня видите и слышите так сегодня у нас непростая тема я про нее частично я к этой теме уже подходил где-то пару лет назад по моему на по моему на практической магии я так в общих чертах они рассказывал но тема достаточно важная сложная и не скажу что тоже знаете как то это кажется да что я что-то рассказываю всегда так так уверенно до рублю направо налево шашкой а на самом деле все время все время идет какое-то исследование все время идет какое-то уточнение да я все время разбираюсь и все время все подвергаю сомнению и очень часто оказывается что то в чем я уверен скажем какой-то момент времени да и уверенно всех в этом убеждаю через какое-то время я понимаю что на самом деле все было совсем не так поэтому что называется следите за тем как развивается история как буквально сценаристы я уверенно говорил о том что вот есть три акта и и все остальное от лукавого вот а потом я понял что и акт это совсем не то что что я думал и что их не то что может быть не три а что и как правило не 3 сейчас стандарт стандарт это 4 может быть 25 до 9 можно поэтому вот и вполне может быть что те вещи которых я рассказываю да они тоже будут как-то как-то уточняться и докручиваться поэтому но в целом понятно что я как это самое я вам уже говорил домой предмет самый важный да старителлинг это самый важный предмет и старителлинг это основа всего чего угодно основа науки это основа религии это основа психологии да то есть это основа бизнеса конечно да это основа политики все что угодно фундамент чего угодно это старителлинг и когда мы с вами говорим о том что вот мы с вами стараемся сделать свою жизнь более радостной да то есть стараемся найти нащупать вот эту радость до нашу радость нашей жизни конечно речь идет не о том чтобы мы стали такими улыбающимися дурачками до которые радуются чему угодно и ищут повод для радости в любых обстоятельствах не об этом совершенно совершенно нет хотя мы тренируем с вами навык вот этого радования себя но прежде всего нам нужно наладить и построить и переустроить да то есть мы с вами занимаемся такой постоянной трансформацией на нашем курсе и то что мы делаем в мастерской до в мастерской мы это делаем это переустройство производим на более глубок глубинном уровне более глубоком уровне но и здесь мы копаем тоже в общем не не сказал бы я что сильно по поверхности и и по сути сейчас я извините за столь длинную преамбулу да то что мы с вами делаем здесь наша задача на этот год это написание то есть это как бы написание себя как сценарий создание себя как сценарий придумывание себя да да то есть придумывание некой личной истории созданием не придумывание до создания я не верю в то что человек может что-то придумать он всегда человек это не радиопередатчик человек это радиоприем да то есть наша задача где-то сосканировать снять эту информацию да о том какими мы должны быть и создать построить вырастить вот этот сценарий нашей жизни и то что у меня есть в руках инструменты с помощью которых мы это можем делать да это нам задачу облегчает обычно человек вслепую да то есть мы как правило жизнь свою проживаем каждую свою жизнь мы проживаем как в первый раз да и у нас нет возможности в этом попрактиковаться единственная возможность сэкономить время да это учиться тому как рассказывается истории и учиться тому как люди как другие люди проживали свои жизни и это помогает нам да то есть мы это помогает нам творчески проживать свою жизнь создавая ее творя и и в этом смысле каждый из нас является творческим человеком и чем бы вы ни занимались занимаетесь ли вы дату считается да что творческий человек это человек который пишет что-то пишет сценарий пьесы книги картины музыку и так далее я считаю что любой человек который создает что-то чем могут пользоваться другие люди является творческим то есть творчество это создание чего-то причем это же это что-то да это может быть и условно говоря по почтальон который приносит посылку да он вроде бы ничего не создает да но он создает некую услугу да и почтальоном тоже можно было так быть так таким что ты будешь творчеством заниматься но для того чтобы быть творческим человеком нужно сначала сотворить себя как творческую личность мамардашвили пожалуй но у меня сложные сложные и долгое у меня вообще со всеми сложные долгие отношения с мамардашвили тоже у меня сложные долгие отношения вот и мне очень вообще на мой взгляд самая важная самая ценная мысль вообще из всего того что написал сказал и создал за свою жизнь это то что он он интересно очень сказал так мужчина должен родить себя а вот я вы помните да я всегда уточняю даже женщина что не должна себя родить я я понимаю что это как патриархальные какие-то вот эти дела человек должен себя родить то есть позвольте мне уточнить эту цитату является ли этот человек ребенком мужчиной женщиной небинарной персоной кем угодно неважно да то есть он должен себя родить да это первое уточнение и второе уточнение я считаю что этого недостаточно да то есть родить что значит родить да есть люди которые всю жизнь проживают и и так и не рождаются да то есть проживают жизнь не приходя в сознание осознать себя как человек осознать себя как человека мыслящего как человека творящего свою волю да не в том смысле что буду делать что хочу а пытаюсь понять что я такое зачем я такое да и вот в этот момент происходит рождение и вот это рождение на мой взгляд один раз есть такие люди вот родил себя однажды или кто-то родил человека кто-то пробудил его к жизни и все и и на следующий день человек умирает и всю свою жизнь дальше он вот это вот что-то сделанное однажды да он все время эксплуатирует все время он на этом и дети вот поэтому я считаю что творческий человек и это очень важно он должен рождать себя постоянно то есть каждый день с каждым своим словом с каждым своим выбором с каждым своим жестом с каждым своим поступком вы должны рождать себя и только тогда вы не умираете то есть как только вы перестали себя рождать вы сразу же начинаете начинаете умирать и в то же время если вы не творите себя то есть если вы не сотворяете себя да да не рождаете себя до вами творит кто-то другой то есть не вас творит об вами творит то есть вы не цель этого другого человека общества партии государства не знаю чего угодно да а вы являетесь инструментом для достижения чьих-то целей. То есть, да, это можно сознательно, как бы делая выбор, да, и говорить, да, я самурай, я следую вот этим путем, который указали, как не знаю, мои родители. Отец мне отдал эту ферму, я его путем иду. Окей, хорошо, вот это мой выбор, да, я его задачу выполню. Очень часто очень многие люди так вот всю жизнь и выполняют чьи-то чужие задачи, да. Вот папа решил, что я должен заниматься журналистикой, я буду заниматься журналистикой. Понятно ли эта мысль? Еще раз повторю, да, что творческим человеком является человек, который делает что-то для других, сотворяет что-то для других. Не для себя, для других. Для того, чтобы сохранять способность к творчеству, человек должен не просто сотворить себя, а сотворять себя постоянно, да, рождать себя постоянно. И если вы не рождаете себя, вы, вас рождает кто-то другой, да, и вас кто-то начинает вами творить, вами делать что-то, что-то, свои какие-то цели, свои цели достигать. Так, окей, или если есть какие-то вопросы, то задайте вопросы. Тема, еще раз повторюсь, тема сегодня не самая простая. Пока сложно, нужно осмыслить. Дальше будет еще сложнее. Значит, идем дальше. Творчество всегда связано с обществом. То есть, не может быть творчества для самого себя. Хотя, очень часто говорят о том, что вот, поэзия должна быть бесполезной, да, посмотрите на на Пушкина, да, по сути, мы можем говорить о том, что создателем российского государства является, вот в том виде, в каком оно существует сейчас, да, является Александр Сергеевич Пушкин, да, посмотрите на мусульманские племена, да, то есть, вот были какие-то там странные люди по пустыне скакали на на верблюдах, да, и вот им с неба лучом отправили книгу. Сто лет спустя они владеют всем миром, ну, всем, всей экуменой. Сто лет спустя вооружены только книгой, одной единственной, одним единственным текстом. Вот, поэтому творчество очень важно, да, и творчество очень сильно я бы даже сказал, что оно всесильно. И творческая личность, она всегда черпает из общества и творит для общества. Даже если вы заперлись где-то в башне слоновой кости и пишете свой там гениальный роман, который вы рассчитываете, что после вашей смерти опубликуют, но вы же рассчитываете, что его опубликуют, да, то есть вы общаетесь все равно с каким-то читателем, да, если вы пишете текст, который никто не прочитает, значит, вы пишете не текст, вы делаете что-то другое, да, это не называется творчеством, это не называется текстом. Дальше, общество всегда свое, то есть вы никогда не сможете стать творческой личностью в чужом обществе, да, то есть, да, есть там, можно найти, не знаю, пять случаев в истории, когда, условно говоря, Набоков, там, еще, может быть, кто-то из художников, может быть, да, переместился в другую культуру и смог, смог в ней что-то, что-то создать, да, но чаще всего человек просто в такой ситуации человек себя теряет, да, то есть он становится чем-то другим и превращается в что-то другое, да, как Набоков очевидно в какой-то момент, да, он перестал быть одной личностью и стал, стал другой совершенно личностью, то есть вы можете стать творческой личностью только в своем обществе и даже если вы, так, физически, тушка ваша перемещается куда-то, в чужое общество, в какое-то, да, то чаще всего вы остаетесь в своем обществе все равно, да, мыслями вы остаетесь в своем обществе, да, как Булин, скажем, который, по отличие от Набокова, да, себя сохранил как личность, да, и как творческую единицу за счет чего? Да, за счет того, что он все свое носил с собой, да, то есть он был полностью защищен от любого, он как бы жил в том обществе, из которого он уехал. Дальше, мы с вами говорили уже о Большулере и когда я говорил о цели, и снова я буду снова возвращаться к нему, и вот он в свое время сформулировал концепцию жизненной стратегии творческой личности. У него есть книга по этому поводу, по-моему, он ее в соавторстве СССР Верткиным написал, можно ее найти, почитать, если интересно, опять же, я не буду вам ее пересказывать, я как и всегда оттолкнувшись от этой книги, мы с вами немножко дальше двинемся, но частично я не могу обойтись без ссылки на него, частично я буду на его концепцию операции. Почему-то так происходит, что одни творцы признаны при жизни, как, например, Пикассо, или Пикассо, в зависимости от того, кем мы считаем, французом или испанцем, вот, кстати, пример человека, перешедшего из одной культуры в другую, вот вам и исключение, да, кстати, а другие всю жизнь борются, потом смерть, забвение и посмертное признание, да, как, например, у Ван Гога. Почему у одних ранний успех и потом быстрое увядание, да, как у Артюра Рэнбок, который все свои стихи написал к 21-му году? Или самоповторы, примеры не буду приводить, они у вас у всех на глазах, когда человек вырождается в некую такую самопародию, да, а у других долгая творческая жизнь, как, например, у Льва Толстого, который в конце жизни написал гениальный, совершенно гениальный текст под названием Хаджи Мор, который был уже после его смерти опубликован, кстати, или Бернард Шоу, Данина Гуэра, или Суза Чеки Домико, да, я тут сейчас на своего любимого конька сажусь, да, на драматургов и сценаристов, которые там до 90 лет писали блестящие тексты. Что это? Судьба или это жизненная стратегия? Да, я думаю, что это жизненная стратегия. Другое дело, что выбор этой жизненной стратегии, он может быть как сознательным, так и бессознательным. То есть я понимаю, что там, скажем, в случае с Ольвом Толстым совершенно точно он сидел с дневником в руках и всю свою жизнь уточнял, уточнял и уточнял свою жизненную стратегию. То есть человек предельно рационально выстраивал свою жизненную стратегию и писал свою жизнь как книгу. А в случае, скажем, с Танину Гуэра или с Артюром Рэмбо, я уверен, что там, конечно, просто как пьяный корабль. Рэмбо это вот такое неуправляемый корабль захвачили пиратами. Ну и, конечно, да, можно выбирать и такую стратегию, стратегию Рэмбо и присоединиться к клубу 26, клубу 37, но я думаю, что, ну, а зачем? Теперь следующая вещь, которую надо понимать про время. Время меняется, общество меняется, но меняется оно по спирали. Да, то есть, скажем, в искусстве это изменение происходит по линии полезное искусство против искусства для народа. Если интересно об этом почитать, вы извините, что я углубляюсь в какие-то, может быть, дебри такие, исторические, искусствоведческие, но это важно просто для понимания мыслей. Я вас заманил радостью и начинаю душить трагедии в углу, уж извините. Есть такая книга Львана Никоноровича Розанова под названием «Литературные репутации», где он как раз-таки рассматривает вот это историческое развитие в поэзии как некую такую спираль. И он приводит пример, рассматривая разных поэтов, например, Ломоносов «Искусство для искусства», Державин «Искусство для народа», актуальное искусство, дальше «Переходный от Державина к Пушкину Жуковский и Батюшков, и Пушкин «Искусство для искусства», вне всякого сомнения, для него искусство было бог. Дальше от Пушкина «Некрасов», «Искусство для народа», дальше символисты, условно «Брюсов», но туда же можно было отнести и Андрея Белого, и Блока, символисты, ядро символистов, Бальмонт, «Искусство для искусства». Дальше, кстати, уже в творчестве Белого и Блока пошел переход в сторону вот этого искусства для народа, то есть, если вы почитаете «Золото в лазуре» Белого, и сравните 2004 года, 1904 года сборник, и сравните со стихами «Пепел» и «Урна» 906-го, и, по-моему, 908-го, либо 907-го года, да, вы увидите, что там золото в лазуре сгорело, превратилось в пепел и было собрано в урну, да, он стал двигаться в сторону такой некрасовской поэзии, да, в сторону актуальной поэзии, демократической, и дальше Маяковский однозначно, и вообще все футуристы это искусство для народа, да, и дальше там понятно, что советское немножко все это деформировало, но тем не менее мы можем увидеть, скажем, что Пастернак двигается в сторону искусства для искусства для искусства, да, скажем, следующие за ними, ну, например, Евтушенко и Твардовский, да, это скорее такая некрасовская линия, да, искусство для народа, да, то есть 60-е годы это понятно, что искусство, что поэзия собиралась в стадионы и писали, писала, стихи писали актуальные такие вещи, да, понятные народу, и потом дальше следующие за ними, вне всякого сомнения, Бродский, да, это искусство для искусства, вот, и потом после Бродского здесь сложно, потому что на короткой дистанции не видно, да, и мне, например, не очень понятно, кто идет за Бродским, да, то есть много имен можно называть, да, но тем не менее, я думаю, что скорее мы будем, как бы, на исторической некой дистанции, лет через 50, будем оглядываться, говорит, да понятно же, что после Бродского, водейника, или там еще кто-то, Вера Полоскова, вот, оставим, оставим это следующим поколением, да, вот мы видим, что идет, вот идет такое развитие спирали, то же самое везде, в науке, в истории, в политике, да, тоже есть свои спирали, они так накладываются друг на друга каким-то образом, есть какие-то математические модели, которые позволяют это все отследить, но важно понимать, да, что время меняется, время меняется по спирали, время меняется быстро, и нужно это учитывать, в средние века 10 поколений могли жить вообще без изменений, а уже, например, Микеланджело, он начал при возрождении, а закончил уже при барокко, и поздний Микеланджело это барокко, а ранний Микеланджело это высокое возрождение, да, сейчас люди живут дольше, во-первых, хотя Микеланджело долго прожил, но вот поэтому он, как бы, в отличие от Рафаэля, например, успел захватить барокко, и изменения происходят быстрее во всем, и в литературе, и в кинематографе, во всем изменения происходят быстрее, скажем, там, технический прогресс, я, когда учился в Авгике, это, там, 2008 год, нам показывали, у нас было, ну, помимо, понятно, что я учился на сценаристике, в основном нас учили какими-то, у нас было не так много прикладных занятий, но тем не менее у нас были занятия по монтажу и по операторскому искусству, да, нас всему учили, и, значит, нам показывали камеру, показывали видео, снятое самой современной, самой крутой видеокамерой, цифровой, и говорили, вот, прям вот, совсем картинка, как у, на большом экране, незаметно, как в, как снято на пленку, сейчас, 23-й год, вот мой телефон, здесь камера лучше, чем та, что нам показывали, то есть, я вот этим, на этот телефон могу снимать полнометражное кино, совершенно спокойно, и качество будет лучше, чем у Эйзенштейн, ну, не имеется в виду, конечно, не качество мизонсцена, а качество, качество картинки, да, то есть, все меняется очень быстро, и изменились, при этом, изменились каналы доставки контента, да, то есть, ну, опять же, например, там, когда я жил в Сямжи, да, я читал, подписывал журналы какие-то, да, я книги читал, информацию я какую-то могу, там, если кто-то приедет к нам в Сямжи, вот я с кем-то поговорю, и я могу узнать какую-то информацию, да, сейчас любой доступ к любой информации, да, то есть, если, там, я читаю по-английски, да, значит, у меня есть доступ, там, к 90% информации, которую я могу найти на любую тему, да, то есть, мне не нужно там сидеть в кругу, там, русскоязычных источников, да, я могу дотянуться до любого источника на английском языке, а если это источник на каком-нибудь, там, китайском, да, я через Google переводчик могу прогнать и текст прочитать, да, даже не зная, не владея языком, да, то есть, изменились каналы доставки контента, больше возможностей у творческого человека получить доступ к конечному пользователю, чем бы вы ни занимались, и это дает людям больше возможностей для самостоятельного выстраивания своей жизненной стратегии, то есть, вы можете делать все, что угодно, не встраиваясь ни в какие институции, скажем, я уже, там, 15 лет нашей сценарной мастерской, 1 декабря у нас мы отмечаем 15 лет, и все это время, да, вернее, какое-то время я, там, на начальном этапе, да, я был вынужден встраиваться в какие-то чужие структуры, да, для того, чтобы я всегда хотел преподавать, и как это можно было сделать, ну, например, вот во ВГИКе я преподавал, был у меня курс по интернет-кино, интернет-сериалам, в московской школе кино два года я преподавал, был старшим преподавателем, мастерство преподавал, вот, и других вариантов не было, да, то есть ты, если хочешь преподавать, ты приходишь в какую-то институцию, потом я понял, а зачем, мне это ничего не надо, у меня есть компьютер, да, есть голова, есть мысли какие-то, и есть люди, которые хотят учиться, все, нам больше никакие посредники не нужны, и все заработал сразу, да, то есть, то, как существует наша сценарная мастерская, да, если бы там, скажем, 40 лет назад я захотел это сделать, да, создать свою мастерскую, мне пришлось бы потратить 20 лет на то, чтобы пойти преподавать, там, каким-нибудь лаборантам вовгик, да, и ходить там под мастерьем, бегать, и так далее, и так далее, и вот там с 50 годом мне бы дали, не знаю, что, мастерскую, кафедру, что там дают, да, и сейчас больше возможностей самостоятельно выстраивать свою жизненную стратегию, независимо от кого бы то ни было, да, то есть, если вам не нравится что-то, где-то, страна не нравится, сел, улетел, язык не нравится, выучил другой язык, да, пожалуйста, вперед, другое дело, что, конечно, будут определенные последствия, да, как вы будете там в чужое общество встраиваться, не нравится ниша своя, да, был, я уже несколько раз менял направление, да, в 90-е я был журналистом, в начале нулевых я был там редактором, потом сценаристом, да, сейчас я преподаю в большей степени, и важно при этом понимать, да, что творец работает для общества, общество дает, делает запрос, и творец этот запрос выполняет, получая за это золото или свинец, в зависимости от того, какие расценки существуют. И вот какие существуют отношения творца с обществом, да, то есть мы с вами понимаем, да, что, вот к чему я все это веду, длинное предисловие такое, вот есть творец, да, еще раз, да, давайте мы сразу с вами оговоримся, да, что я каждого из вас рассматриваю как творца, хотя, там, не все вы, наверное, собираетесь писать сценарии, пьесы или романы или стихи. Так или иначе, да, есть творец, есть общество. и сначала на начальном этапе взаимоотношений творца и общества творец отвечает на поставленный обществом вопрос, да, то есть общество дает какой-то запрос и говорит, мне нужно то-то, то-то. И творец говорит, да, окей, хорошо, я тебе это дам. Как, например, Пушкин, когда начинал заниматься творчеством, если вы почитаете его ранние стихи, да, это классицизм, да, то есть он переводил из античных поэтов, подражал античным поэтам, использовал античные размеры, да, и так далее, и так далее, да, конечно, у него это получалось гораздо живее и интереснее, чем у других его коллег, да, у, скажем, Дельвига или Декеркюхеля, которые тоже писали стихи и многие из его современников, они так и остались в этом классицизме, то есть они, вот как Пушкин писал в 14 лет, так они, там, как Дельвиг, например, да, он так всю жизнь в этом классицизме и писал, да, вот есть запрос общества, общество хочет классицистические стихи, окей, дворец пишет. Дальше, творец это очень чуткая машина, вообще творческий человек, почему творцов, писателей, поэтов очень часто, да, называют магами, гадалками и так далее, предсказывают будущее и так далее, почему? Не в силу там, магических способностей, а в силу чуткости, то есть ты все время прислушиваешься, ты все время на как-то микро, реагируешь на микро какие-то раздражители, вот сегодня я в фейсбуке запостил, я наткнулся, я смотрю эту рубрику, да, сколько-то лет вперед, сколько-то лет назад, вот, и я нашел пост, который я написал два года назад, пост о том, что слышу, чувствую гул, слышу гул, и что как бы не война, что мне не нравится этот гул, вот этот гул, он тогда уже, два года назад, он уже был слышен, вот, и когда все случилось, в общем-то, как-то мне все это уже заранее было, заранее это все чувствовалось, вот, и творец, он, вот это следующее изменение, он всегда чувствует заранее, и дальше творческая личность, сначала творческая личность отвечает на существующий запрос, как, помните, Маяковский, у него замечательная статья, как делать стихи, есть общественный запрос, и он на этот общественный запрос реагирует, дальше, поэт начинает видеть непоставленные, но назревшие вопросы, то есть ему не нужно уже, чтобы общество пришло и сказала, поэт, напиши вот об этом, он сам чувствует, видит и говорит, вот я вижу, вы пока не видите, а я вижу, что вот это важно, и я об этом напишу, и для случаев с Пушкиным, раз уж мы с вами о поэзии, ну мне просто привычнее использовать примеры из литературы, да, это Пушкин и романтизм, да, когда Пушкин написал Бахчисарайский фонтан, это уже романтизм, это уже не классицизм, когда он написал Руслана и Людмила, это уже движение в сторону романтизма, Бахчисарайский фонтан, это пик его романтической поэзии, да, и это был самый, либо одна из самых популярных его, самых популярных его текстов, либо самый популярный текст, тут надо как считать, вот, и дальше следующее, да, то есть он попал, то есть это не так, как у Форда, помните, если бы я спрашивал, что они хотят, я бы нашел им более быструю лошадь, да, то есть был назревший вопрос, общество хотело более быструю лошадь, а он им вместо быстрой лошади дал машину, да, и общество такое, это как раз то, что мы хотели, да, и дальше следующее, это ответ на непоставленный и неназревший вопрос, то есть когда вы своим ответом пробиваете дорожку туда в будущее, скажем, в случае с Пушкиным, это Евгений Онегин, когда в течение одного текста, да, он писался несколько, 8 лет, по-моему, писался и публиковался по главам, и первые главы были безумно популярны, последние главы что-то не понимают, что, куда ты идешь, да, поэма «Медный всадник», поэму «Полтава», они вообще были, ну, они фактически провалились, и Белинский, Белинский, уж на что чуткий критик, он писал про то, что Пушкин исписался, я помню, я не поверил своим глазам, когда я читал собрание сочинений Белинского в университете, да, я читал подряд все эти огромные его кирпичи, вот, и там в какой-то момент, когда он пишет, что, 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 ну, это что-то совсем, совсем плохо, что-то «Медный всадник», Полтава, вообще никуда, последние главы этих самых, да, Евгения Онегина, это как-то совсем плохо, вот, почему, потому что Пушкин отвечал этими текстами на непоставленный и неназревший вопрос, то есть он, начиная, кстати, уже начиная с цыган, да, цыгане-то что, и всюду, романтизм, это что такое, мы сокроемся туда, да, друг милый, ангел мой, сокроемся туда, где волны короткие, таври дло омывает, да, у батюшка, вот это романтизм, а, Пушкин, да, и всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет, то есть это уже реализм, да, что, не в цыганах, не в разбойниках, нигде ты не найдешь укрытие от себя, да, если ты для себя лишь хочешь воли, да, ты найдешь себе способ и там испортить жизнь, и себе, и окружающим, что, в общем, что, в общем, Олег и сделал, и дальше, когда, то есть он писал уже, начиная где-то лет с, там, с 27-28, он уже писал, ну, на самом деле, с цыганами, 24-23 годы, значит, да, и, кстати, граф Нулин, это тоже уже не романтизм, это тоже уже путь к реализму, он писал вперед, он писал тексты, которые дальше он прокладывал дорогу для следующих поэтов, для Некрасова, прокладывал дорогу для прозаиков наших, для Толстого, для Достоевского, и, если ты идешь этим путем, сначала ты успешный человек, да, который делает то, что от него просят, потом ты герой, который угадал то, что все хотели, потом фрик, который делает что-то, что никто не понимает, это очень забавно оказываться в роли фрика, когда я открыл мастерскую 15 лет назад, надо мной все смеялись, а потом он сел за фортепиано и заиграл, смеялись, кому зачем-то нужно будет учиться сценарное мастерство, а потом гений, а потом, когда остальные доходят туда, где он, они такие, так вот оказывается, что вы нам говорили, вот оказывается, что вы нам делали, вот оказывается, чему вы нас учили, вот она примерно так вот выглядит путь творческой личности. И Альтшуллер считает, что это неизбежно, что ты неизбежна, что творческая личность неизбежно будет сталкиваться с обществом. В этом я с ним не согласен, как раз таки, хотя я с обществом сталкиваюсь постоянно. Вот, но я думаю, я думаю, что этого можно избежать. Итак, вот мы ставим цель, когда мы с вами об этом уже говорили на занятии посвященной цели, то есть помните, достойная цель. Вернее, давайте так, давайте сейчас о том, что я сейчас вам рассказал, что вы, понятно ли эта мысль, что вы сначала отвечаете на запрос общества, потом вы угадываете назревший запрос общества, потом вы отвечаете на запрос, который еще не назрел. Прокладывайте дорогу куда-то вперед. Если понятно, напишите, что все понятно, если есть вопросы, то задайте вопросы. Так, то есть сегодня актуальный художник это цикличность между искусством для искусства и для народа. Мне кажется, что сейчас мы находимся в цикле искусства для народа, в цикле актуального искусства. Как раз таки. Я думаю, что дальше будет следующее это самое будет сторону искусства для искусства. Следующая итерация. Личность ставит какую-то цель, я подробно не буду об этом говорить, если надо или пропустили, найдите этот урок о цели, то ли первый, то ли второй. Признаки достойной цели. Наверное, масштаб, пользователи человечества, еретичность и бомбардность. И дальше мы ставим для себя цель, соответствующую этим признакам. Но с точки зрения творческой личности, сейчас мы с вами на нашу цель мы еще с этой стороны подсветим, со стороны как бы со стороны творческой личности. А сначала мы ставим цель, связанную с решением технической задачи. То есть, мы цель ставим тоже по частям. То есть, мы не сразу ставим цель. Да, есть люди, там, Илон Маск, цель сразу же. На Марс. Все. Человеку 20 лет его цель понятна. Есть такие люди. Но чаще всего мы не можем сразу же поставить цель, потому что у нас просто нет материала для того, чтобы ее осмыслить. решение чисто технической задачи. Например, написание отличного романа, написание отличной пьесы, написание хорошего сценария, который с ним вполне себе на каком-то этапе это может быть целью. Давайте так, напишите, кто из вас сейчас находится на уровне общей технической задачи. Написать роман, который издадут, написать пьесу, которую снимут, написать пьесу, которую поставят, написать роман, который издадут, написать сценарий, который снимут, написать картину, которую продадут и выставят на выставке. Я уверен, что есть люди, которые уже дальше сейчас мы об этом поговорим. Кто из вас на таком вот уровне? Сделать что-то, что у вас купят и использовать. Это чисто техническая задача. Я давно прошел этот этап, поэтому это не страшный этап совершенно. И тоже я себе ставил задачу. Для меня казалось, что в 17 лет я думаю, написать стихотворение, которое напечатают в газете. Все, жизнь удалась. В 17 лет у меня напечатали стихотворение. Вот написать роман, который издадут в московском издательстве. В 20 лет я написал роман, который издали в московском издательстве. Ну, как бы задача техническая, несложная. Так, есть. Это нормально совершенно, не стыдно находиться на этом уровне. Просто мне важно, чтобы вы понимали, что это уровень не последний. То есть на техническом уровне вы задачи решаете технические. Если вы сценарий пишете, вы учитесь сцены строить, вы учитесь со структурой работать, у вас нет других задач, кроме этих. Ваша задача научиться создать произведение, которое будет принято, пройдет какой-то фильтр некий. Дальше, следующее. Это решение общей технической задачи. Мне очень нравится вот эти технарские. Это как раз-таки из Альтшулера. Очень нравится технарский подход. Ремесленный, мастерский. Он мне очень импонирует. Я считаю, что в нашем деле есть чуть-чуть магии, есть чуть-чуть колдовства, есть чуть-чуть тонких материй, тонких энергий. Но 99% того, что мы делаем, это тяжелое, сложное, трудоемкое ремесло. И всегда я к этому ремеслу относился с большим уважением. Дальше. Решение общей технической задачи. Это что такое? Это написание романа, который изменит способ написания романов. Вообще. Вообще. Да, например, скажем, Пушкин, написав Евгении Онегина, он изменил вообще способ написания романов. То есть после Евгения Онегина нельзя писать так, как до. А, например, Дубровский или Капитанская дочка, они способ написания романов не изменили. Потому что, например, Мертвые души, они не могли бы быть написаны в том виде, в каком они написаны, если бы не было Евгения Онегина. Там совершенно четко, да, Евгений Онегин, роман в стихах, да, Мертвые души – это поэма в прозе. Совершенно четко идет отталкивание и перекличка. Герой нашего времени не мог бы быть написан, если бы не было Евгения Онегина. А, скажем, если бы не было Капитанской дочки, она никак не повлияла на блестящую, я очень люблю Капитанскую дочку, очень люблю Дубровского, да, замечательные, прекрасные тексты. Но они способ изменения романов не изменили, способ написания романов никак не изменили, никак не повлияли на них. А, например, роман Джеймса Джойса Улисс изменил и повлиял. Да, проза Керуака изменила способ написания романов. Да, и таких текстов не так много, которые меняли способ написания романов. И, наконец, третий уровень, который, опять же, вы достигаете, либо не достигаете, тоже нет большой беды в том, если вы не достигнете, не уйдете до того уровня. Но я считаю, что надо, во-первых, знать, что этот уровень существует, да, и учитывать его существование. И если вы в какой-то момент достигаете уровня, когда вам тесно на своем, да, вы начинаете туда, вы знаете, куда идти. И следующий уровень – это решение общечеловеческой задачи. Да, то есть Керуак, Джойс изменили способ написания романов. Да, Евгений Онегин изменил способ написания романов. А «Война и мир» изменила способ мышления у человечества. Да, то есть таких романов, их вообще, может быть, там, не знаю, пять. Да, то есть, и дальше вы выходите на решение общечеловеческой задачи. Пушкин не решил ни одной общечеловеческой задачи, да, он решал общетехнические задачи, при том, что он великан, гений, титан и так далее, и так далее. Да, но он остался в пределах нашей национальной культуры, да, и дальше он не… Никаких тектонических сдвигов на уровне цивилизации он не сделал, а Толстой сделал. И есть авторы, есть культуры, у которых вообще нет ни одного творца, который сделал что-то на общемировом уровне. Да, например, в Японии нет такого писателя, да, в Китае нет такого писателя, который бы на общечеловеческом уровне что-то сдвинули. А у нас есть целых два – Толстой и Достоевский. Понятно ли это? Если понятно, напишите, что понятно. Если есть какие-то вопросы, то задайте вопросы. Туман рассеивается. Сейчас отведу вебинар и побегу в лес. Так, есть. Каких пять романов, которые вы меняли в мире? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Я бы, я никогда не думал об этом целенаправленно, но я думаю, что это война и мир совершенно точно, я думаю, что это преступление и наказание точно, я думаю, что это все-таки, все-таки улиц, я думаю, что это все-таки в поисках утраченного времени, и я думаю, что это процесс. Тоже моя личная точка зрения, тоже как считать, что считать. Понятно, что я все равно так или иначе, что я все равно так или иначе нахожусь в русле европейской культурной традиции, но мне кажется, что так. То есть, что условно говоря, там есть Шекспир, и я думаю, что он не настолько повлиял на нашу существующую сегодня культуру, как процесс, например. Да, и есть, условно говоря, какие-нибудь большие эпосы, исландские, испанские и так далее, и я думаю, что тоже нет. Может быть, божественная комедия, из предыдущих текстов, что называется, у нее было такое большое влияние. Может быть, Дон Кихот. То есть, тоже как считать, нет точного инструмента. Хорошо, идем дальше. В обществе есть инерция, мышление, которая мешает творческим людям себя проявлять. То есть, общество, оно всегда чуть-чуть запаздывает. Оно всегда, как бы, есть передовая часть общества, которая уже куда-то там, куда-то уже убежала, ушла. Да, есть большая часть общества, которое всегда живет, как это я там шутил в свое время, да, что в нашу Сямжу 60-е пришли в 80-е, да, с опозданием на 20 лет. Вот здесь то же самое, да, общество всегда живет с опозданием лет на 20. И вот если пробивать эту стену косности, если ее пробивать снизу, нужно много ресурсов, да. А борьба ресурс не дает, да. То есть, вот если ты пробиваешь, мы все помним эти многочисленные истории про то, как люди там борются с обществом, как художник-товарец пытается что-то там пробить. И вот, в конце концов, пробивает, но он уже старенький и умирает, да. Вот. Нужно много времени на это, а идеи тем временем устаревают. И люди приучаются защищать свои идеи, да, и оказавшись на вершине, дальше они превращаются из двигателей, превращаются в тормоз. Да, то есть все эти модернисты, да, когда они проходят большой путь, пробивая свои идеи, да, они дальше превращаются в консерваторов. Потому что такой, я 20 лет дрался за свою идею, поэтому, типа, все, теперь вот так, теперь вы меня не своротите. Вот Молчанов сказал 4 акта, да. Молчанов сказал, что акт это движение управляющей идеей, идите все к черту, да. И вот я теперь буду, там, 20 лет, я и все мои ученики встанем таким этим самым спиной к спине и будем эту идею защищать. Вот. А те, кто скажет, что акт это что-то другое, это renegades и должны быть уничтожены. Если же при этом пробивать сверху, то у вас есть ресурс, вам легче добиваться победы, а победы дают новые ресурсы. Да, то есть пробил свою идею, да, получил новые ресурсы. Пробил новую идею, получил новые ресурсы. Что является ресурсами, что здесь имеется в виду? Ну, известность, например, авторитет, например, время, например, то есть деньги вы получаете. И что делать в этом случае? Сначала отвечаем на вопросы, заданные обществом и получаем ресурс. Получаем известность, получаем авторитет, получаем время, получаем деньги. Дальше отвечаем на вопросы, не заданные обществом, но уже назревшие. Получаем статус гения и получаем много ресурсов. И только после этого начинаем отвечать на вопросы, незаданные и неназревшие. И таким образом мы помогаем созреть этим вопросом в обществе. А для этого нужно терпение, здоровье и долголетие. Вот я только сейчас начинаю время от времени какие-то вещи рассказывать, показывать, которые могут людям мозг взорвать. Те вещи, которые вы будете использовать через 20-30 лет. Я их только сейчас начинаю потихоньку показывать. Понятно ли эта мысль? Если понятно, напишите понятно. Если есть вопросы, то задайте вопросы. А, вот Константин пишет. Пруст. Да, как раз тоже. Семь получилось у нас с вами. Да, божественная комедия, Дон Кихот, Война и мир, Преступление и наказание, Джойс, Улисс, В поисках утраченного времени и Процесс. Семь текстов. Красивые цифры. Ребята, давайте. Илиаде я читал, но не другой ее текст читал. Другие ее тексты читал. Несколько, несколько. Я читал его исследования о шаманизме. Не помню, как называть. Трехтомный. Как он назывался? Форбиден Форест. Надо посмотреть. Может, я читал, кстати. Меня прям выключили. Нет, не читал. Пометил себе. Посмотрим, прочитаю. Автор этот не знаком, конечно. Так, хорошо. Как достичь долголетия? Значит, я об этом тоже, я вам несколько раз говорил. Об этой концепции трех мозгов. Рептильный, мозг не поплетающий, кора. Там много критикуют в последнее время эту концепцию. Но, тем не менее, да, мы ее используем. Для того, для чего мы ее используем, она вполне годится. Значит, есть импульсы тела, есть импульсы эмоций, есть импульсы мыслей. И чем ниже уровень, тем тело быстрее созревает. Тело и мозг быстрее созревают. Да, то есть, в 12 лет тело уже готово. Да, ну, у мальчиков чуть позже, там, у мальчиков к 14, да, девочка в 12 лет, это уже готовая женщина. Ну, с физиологической точки зрения, а с точки зрения мозгов, это совершенно точно. В 18 лет тело выходит на пик. Почему в армию призывают в 18 лет, да, почему служат с 18 до 20 лет? Потому что это пик, пик формы, пик тела, пик формы тела, да, то есть человек в это время способен выдерживать любые физические нагрузки. Да, и именно в это время ставятся спортивные рекорды. То есть, есть виды спорта, в которых 20 лет люди уже уходят на пенсию. Да, потому что к 18 выходит на пик, 2 года ставят рекорды и все, дальше. Дальше, что касается эмоций. Эмоции становятся зрелыми, да, то есть нас начинает, там, начинает штормить, в смысле эмоций, да, где-то там лет с 14, опять же, там, парней где-то лет с 14, девочек лет с 12, да, начинают штормить эмоции, да, начинается созревание вот этой эмоциональной жизни, да, и там к 17 годам, 17-18 годам они начинают, начинают работать в полную силу. А где-то годам к 25 эмоции выходят на пик. То есть, ну, человек учится где-то годам к 24-25, он начинает, осваивает весь этот спектр эмоций, учится ими, там, если не управлять, то, по крайней мере, понимать, что такое со мной происходит. И именно в этом возрасте пишутся великие стихи. Лучшие стихи пишутся в возрасте от 20 до 26-27 лет. И очень часто очень многие поэты в это время и заканчивают, да, то есть человек жил эмоциональной жизнью, да, Джеймис Джоплин, Джин Моррисон, да, Джимми Хендрис, да, то есть люди, которые эмоциями творили, да, и дальше после этого возраста эмоции начинают потихоньку угасать. Да, тело начинает ослабевать, да, эмоции начинают угасать, а вот интеллект, он и зреет долго, и разрушается дольше, да, то есть я, там, не знаю, опять же, тут по себе только можно судить, да, я себя вспоминаю, там, не то, что в 18 лет, да, в 30 лет вспоминаю, мне кажется, что я был вообще дурак, просто ничего не понимал. Вот только сейчас что-то начинаю вроде бы понимать. А, наверное, к 70 годам буду вспоминать себя 50-летнего и думать, господи, какой я вообще же не люблю, вот сейчас-то я понял, что такое арка персонажа. И устрою отзыв, знаете, как автомобильные компании, да, они обнаружили, что там ремень безопасности не работает, вот отзыв, вот я тоже буду устраивать отзыв. Так, все ученики из мастерской, все выпускники собрались, вот все, я устраиваю отзыв. Я изменил правила написания успешного сценария. Отныне акт у нас не движение управляющей идеей, а не знаю, что. Правила написания сцен, меняю правила написания сцен. То есть, где-то после 30 снижается уровень телесных импульсов, да, то есть, и если тело сильное, да, то тем не менее, да, наш лептильный мозг, он начинает ваше тело беречь, чтобы не разрушить его. Да, то есть, оно снижает активность. Если, опять же, там, в 18 лет можно бухать всю ночь, да, бухать весь вечер, заниматься сексом всю ночь, наутро попить водички из-под крана, подти сдать экзамен, да, отсидеть 4 лекции, потом подти подраться с физбозом, да, и еще там, что, каких-нибудь с крыши спрыгать. Вот. То есть, в 40 лет у вас ваш мозг уже ваше тело будет беречь, он уже скажет, слушай, ну его нафиг, полежи, вот тебе кот, вот тебе детектив, вот тебе горячий чай, не надо, не надо тебе никуда идти. Вот. После 40 снижается уровень эмоций, да, опять же, тело наше еще может испытывать эмоции, может их переживать, да, но мозг дает команду, так, чувак, давай поосторожнее, поаккуратнее, не надо никого влюбляться, ты женат, у тебя уже внуки, да, зачем тебе, да, давай спокойней все, спокойней, не надо это все, эти все поздние бури. И после 40 создаются всякие структуры, создаются концепции, создаются школы, создаются бизнесы, да, и если вы, кстати, если вы посмотрите на все эти, там, Цукерберги и так далее, да, все это, все эти замечательные компании, которые подростки создали в этом самом, на самом деле в каждой такой компании всегда был какой-то дядька лет 50, какой-нибудь инвестор, который их на самом деле за руку вел, да, и рассказывают, как регистрировать, как налоги платить и так далее, и так далее. Всегда в каждом таком бизнесе был такой дядечка. И я вам прочитаю небольшой кусочек. Чарльз Дарвин в своей автобиографии, он рассказывал о том, как стали слабеть его эмоциональные программы. Вот я вам кусочек зачитаю. До 30-летнего возраста и даже позднее мне доставляло большое удовольствие всякого рода поэзия, например, произведения Мильтона, Грея, Байрона, Уотсфорта, Коллериджа и Шелли. И еще в школьные годы я с огромным наслаждением читал Шекспира, особенно его исторические драмы. Я находил большое наслаждение в живописи и еще больше в музыке, но вот уже много лет, как я не могу заставить себя прочесть ни одной стихотворной строчки. Недавно я пробовал читать Шекспира, но это показалось мне невероятно, да, от вращения скучно. Я почти потерял вкус к живописи и музыке. Вместо того, чтобы доставлять мне удовольствие, музыка обычно заставляет меня особенно напряженно думать о том, над чем я в данный момент работаю. У меня еще сохранился вкус к красивым картинам природы, но и они не приводят меня в такой чрезмерный восторг, как былые годы. Это странное и достойное сожаление утрата высших эстетических вкусов, тем более поразительно, что книги по истории, географии, путешествия и статьи по всякого рода вопросам по-прежнему продолжают интересовать меня. Кажется, мой ум стал какой-то машиной, которая перемалывает большие собрания фактов в общие законы, но я не в состоянии понять, почему это должно было привести к атрофии одной только той части моего мозга, от которой зависят высшие эстетические вкусы. И если бы мне пришлось вновь пережить свою жизнь, я установил бы для себя правило читать какое-то количество стихов и слушать какое-то количество музыки, по крайней мере, раз в неделю. Быть может, путем такого постоянного упражнения мне удалось бы сохранить активность тех частей моего мозга, которые теперь атрофировались. Утрата этих вкусов равносильно утрате счастья, может быть, вредно отражается на умственных способностях, а еще вероятнее на нравственных качествах, так как ослабляет эмоциональную сторону вашей природы. На самом деле, ему надо было просто писать сценарий, надо было просто писать, то есть вот это, то, что он пишет, надо было стихи читать, надо было эту эмоциональную жизнь прокачивать. Нет, его бы это убило. То есть, если вы в 40 лет пытаетесь стать спортсменом, рекордсменом в том виде спорта, в котором рекорды ставятся в 20 лет, это вас убьет. Да, то есть нужно избегать занятий, которые требуют частого и предельного напряжения физических сил. Да, говорит человек, который сейчас пойдет на пробежку 17 километров. Ну, я медленно бегу, я трусцой бегу, я себя не насилую. А если вы в 50 лет пытаетесь стать поэтом-лириком, если вы пытаетесь скачать эмоции, это вас убьет. Да, есть пожилые лирики, например, Тютчер, Фен, например, Гёте, который 80 лет закончил Фауст. Ну, так найдите, почитайте то, что он написал, да, почитайте разговоры Гёте с Сокерманом, да, почитайте историю того, как он второй акт дописывал, и возьмите текст, почитайте. И сравните с первым актом Фауста, да, и вы увидите, что это не эмоциональный текст, это интеллектуальное упражнение. Второй акт. Поэтому, кстати говоря, на сцене ставят только первый. Стихи Тютчева то же самое, это интеллектуальное упражнение. Разве что Фетт, вот единственное такое исключение, но и у него тоже лирика становится все более и более интеллектуальной. Не удивительно, что он поздние годы свои посвятил переводу Шопенгауэра, «Мир как воля и представление», а не поэтическим занятиям. То есть, в своем творчестве, в своей творческой деятельности, опять же, мы говорим не только о поэзии, а чем бы вы ни занимались, нужно в течение жизни двигаться от тела через эмоции к интеллекту. Творчество ваше должно становиться все менее эмоциональным и все более интеллектуальным. И это гарантирует вам творческое долголетие и достижение ваших долговременных целей. Идеальный, на мой взгляд, идеальный вид творчества для людей в возрасте – это драматургия. Потому что она дает и интеллектуальная деятельность, высшая интеллектуальная деятельность в литературном творчестве. И она дает, что называется, все витамины и эмоциональные, и физические. То есть, все. И таким образом человек должен непрерывно себя, как творческую личность, создавать всю жизнь, учитывая свои возрастные особенности. Понятно ли эта мысль? Если понятно, напишите, что все понятно. Если есть вопросы, то задайте вопросы. Посмотрю, вообще кто-то остался. Не разогнал я всех сегодняшним своим спичем. Нет, народ слушает. Хорошо. Не надо было ему придумывать, что человек произошел от обезьяны. Он этого не придумывал. Почитайте Дарвина. Почитайте первоисточники. Что он там придумывал на самом деле. Он, кстати, был очень религиозным человеком. Начала заниматься айкидо с элементами акробатики. Вот, да, кстати говоря. Вот айкидо, цигун. Да, то есть, вот такого рода физкультура. Да, то есть, не тектоник танцевать. Тектоник. Да, а вот эти плавные, плавные движения. Надежда на повтор. Ну, переслушайте вопрос. Так. Есть ли исключения? Да, и опять же, я понимаю, что когда человек приходит и начинает уверенно что-то такое рассказывать, да, что вам мозг взрывает. Тут же хочется поспорить с ним и сказать, а как вот у этого? А как у Моцарта? А как у этого самого, у Рафаэля? Да, вот что, они же наплевали на это все, да, и сожгли себя просто за 37 лет. Что же с ними-то? Неужели они такие дураки были? Ребят, исключение это гений. Да, вот все, что я говорю, оно применимо к талантам. Оно неприменимо к гении. Почему? Что такое гений? И чем он отличается от таланта? Да, то есть, талант может управлять своими способностями. Гений своими способностями управлять не может. Его способности управляют ими. Да, то есть, мощь гения сдержать невозможно. И прежде всего, невозможно ему сдержать самому себя. Да, то есть, и когда... Что такое гений? Да, гений это боксерская перчатка Бога. Да, и с помощью этой боксерской перчатки Бог вправляет мозги человечеству. Да, то есть, гений появляется в тот момент, когда человечеству нужно вправить мозги. И вот Бог надевает гения себе на руку и человечеству мозги вправляет. А кому есть дело до сохранности боксерской перчатки? Да, то есть, когда через тебя говорит Бог, да, и говорит постоянно, и говорит много, как через Рафаэля, как через Моцарта, да, никому нет дела до того, сколько выдержит твое тело. Да, естественно, оно, как правило, долго не выдерживает. Вот на этой оптимистической ноте я сегодня закончу. Значит, домашнее задание, вам общее задание, да, то есть, пересмотреть свою жизненную стратегию и посмотреть, насколько она соотносится с тем, что я вам рассказал, да, и возможность скорректировать при необходимости. И дальше мы с вами будем заниматься такой, несколько занятий будет, я пока точно не знаю, может быть, три, может быть, четыре, потому что тут есть разные варианты, я буду смотреть, насколько мы будем успевать. Значит, мы будем заниматься таким написанием, написанием сценария вашей жизни, да, то есть, написанием такой структурирования, написанием истории, да, то есть, и это помогает, это написание сценария, да, оно помогает понять, где вы находитесь сейчас и какой следующий шаг вам надо сделать. Вот, вот что я вам хотел сегодня рассказать, понятно ли вам то, что вы сегодня услышали, если понятно, пишите, все понятно, пишите там, огня, спасибо, Александр, так круто было, так приятно было, так весело было сегодня, и если есть вопросы, то задайте вопросы. Да, мы с вами, у жены, у моей началась сессия, если вы это заметили, следующие три недели мы с вами будем сидеть здесь. Нас с вами отправили на балкон, у этого есть, на самом деле, никаких особых, интернет здесь такой же быстрый, да, то есть, единственный недостаток, то, что здесь звук, здесь стекла везде, и поэтому звук такой немножко, немножко как из бочки. Но на качестве контента это никак, никак не отразится. Потом, через три недели, я надеюсь, надеюсь, нас пустят обратно. Когда будет курс по веб-сериалам? Никогда. Сказать, да, преподавали в Авгике, ну так, ребят, это было когда? У нас сейчас, вот прямо сейчас идет набор на курс по написанию сериала. В том числе и у нас очень многие, да, то есть, мы для платформ, сейчас нет особой разницы, для платформ писать или для телевидения. Поэтому есть запрос, огромный запрос от платформ, вы не поверите просто, сколько мне постоянно мне пишут, Александр, пришлите когда-нибудь какую-нибудь заявку, где заявки, хотим читать, хотим смотреть, да, запрос очень-очень большой сейчас на сериалы. Вот, поэтому, вот он прямо сейчас и идет. Ссылка у вас перед глазами, так что вперед. Там, понимаете, опять же, когда я преподавал, тогда веб-сериалы были не такие, как сейчас. Тогда еще не было Нетфликса, тогда сериалы снимали, такие серии снимали по четыре минуты. Но мне тогда уже очевидно было, что все, что интернет вытеснит кабель, и это получилось очень быстро после этого. Через два года после этого вышел карточный домик, и все дальше завертелось. Сегодня очень часто идет, значит, у нас очень многие платформы связаны с телеканалами, и, допустим, делают, скажем, бесцензурную версию. ТНТ, например, делает, правильно, по-моему, называется, сервис. Значит, они делают версию бесцензурную для интернета, для платформы, и делают цензурированную версию для канала. «Пятница» делает тоже там две версии. Поэтому там особых каких-то отличий нет. Именно в поэтике, именно в структуре отличий нет особо. Понятно, но только потому, что с вами третий год. Но мы с вами копаем, 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 ребята. Есть на балконе тоже. Я очень люблю мой балкон. Это на самом деле мой балкон – это мой настоящий кабинет. У меня тут колоночка стоит, музыку слушаю, колода флорентийского таро, чайочек. Что еще нужно человеку? А вечером, как тут классно. Внизу город светится. Супер. «Жалко гениев не могут прочувствовать обычную жизнь людей». Гениев жалко на самом деле. Не дай бог. Быть гением – это проклятие. Телесериал «45.0.2.24». Это неправда. Это не так. Это не так. Нет ограничений по объему? Нет. Посмотрите, какой объем серии на Нетфликсе. Да, кресло хорошее. Оно поскрипывает немножко, но хорошо, удобно. Окей, хорошо, друзья мои. На этом вот, Ирина, тут все рассказываю. И что такое 24, что такое 45 минут, что такое 48 минут, что такое 52 минуты. Все рассказываю. У нас курс по сериалам, он очень производственный. Поскольку сериалы вообще – это, ну, как бы, можно писать роман, ничего не понимая в издательском деле. Можно писать пьесу, не будучи театральным человеком. То есть, есть драматурги, которые глубоко погружены в театр. Например, Даррио Фо, покойный итальянский режиссер и драматург, лауреат Нобелевской премии, на минуточку по драматургии. Да, он работал, он служил в театре. Да, Шекспир служил в театре. Да, а вот Бернард Шоу в театре не служил. Да, хотя он был критиком театральным. Причем он писал, даже он был оперным критиком. Да, то есть он человеком театра не был. А драматургом был и тоже Нобелевской премии, получил, кстати говоря. Можно писать полнометражное кино, не будучи кинодеятелем, не будучи вовлеченным в индустрию. А вот писать сериалы, не понимая, как работает индустрия, нельзя. Поэтому я как раз очень много на этом курсе, больше всего я рассказываю о том, как устроена индустрия. Потому что там надо понимать, в какое время года, как, что делать, когда заявки отправлять, когда вам будут говорить, что пришлите сейчас, все быстро, а на самом деле ссылать ничего не надо. Да, вот все эти вещи, которые они как бы со стороны не очевидны. Как заявку писать. Там тоже есть очень много каких-то вещей, о которых на мастер-классах не рассказывают, в книгах не пишут, но которые нужно знать для того, чтобы работать в этой индустрии. Она, на мой взгляд, абсолютно прекрасна. То есть сегодня искусство сериала сегодня достигло беспрецедентных высот. То есть сегодняшнее главное искусство – это искусство телесериала. Ну, нарративное искусство, если имеется в виду. И, скажем, если посмотреть на сериалы типа «Наследники» по уровню сложности, да, я его там сценарий глазами прочитал, посмотрев сериал. И, кстати, одна из авторов сценария «Наследников» – Люси Пребов, драматур театральный. Вот. И это уровень текста, на мой взгляд, повыше Шекспира. Это звучит, конечно, качественно, да, но вот вы возьмите тексты, сравните, положите рядом. Вот у меня лежит самое оксфордское издание Шекспира. Это уровень сложности сегодня, да, как там драматургия и вообще литература, там, скажем, средних веков. Да, это уровень сложности средневекового парусника. Да, а сегодня, сегодняшняя драматургия – это космический корабль. То есть там такой уровень сложности запредельный. Это очень круто. Такого не было никогда. И такого изощренного зрителя не было никогда. Да, то есть во времена Шекспира в «Глобусе» восстановили. «Глобус» в Лондоне, я когда приехал в Лондон, первым делом, вечером приехал, пошел через мост «Миллениум», пошел потрогать стену «Глобуса». Это, естественно, новодел, да, но, тем не менее, значит, там типа понедельником травили медведей, да, а по вторникам шла пьеса Шекспира. То есть можете себе представить, какие там были зрители. Сегодня зритель, самый продвинутый зритель за всю историю, самый продвинутый, самый начитанный, самый насмотренный, да, то есть такого зрителя не было никогда. Поэтому, если вам кто-то говорит, что вот раньше были писатели, вот раньше были художники, плюньте тому в глаза. Так, гениальность призвания. Не согласен с этим. Я считаю, что призвание может быть необязательным у гения, да, то есть призвание, что такое призвание, да, то есть если мы считаем, если мы исходим из того, что творческий человек – это часть общества, да, что человек – это часть какой-то большей системы, да, то есть если мы считаем, что человек сам по себе, да, он может делать все, что хочет. Есть такие точки зрения, да, я считаю, что человек может существовать, если человек принадлежит обществу, да, как у гугли в игроках. Весь, нет, не весь, нет, весь, нет, не весь. Я считаю, что весь, да, и что человек является человеком только в той степени, в которой он принадлежит обществу. И, соответственно, да, если мы говорим о том, что человек принадлежит обществу, значит, у него есть перед этим обществом какие-то обязательства. И именно вот эти обязательства, они являются его миссией, да, а призвание – это что такое? Но это каким-то образом проявленная миссия, да, то есть ты создан для вот чего-то, и мы тебе даем какой-то знак, который говорит о том, что это является твоим признанием. Это может быть кто-то, человек какой-то говорит, что ты должен этим заниматься, да, и может быть видение, какой-то глюк, да, видение вот такого в Варфоломе, да, что вот ты должен это делать. Да, может быть сон какой-то, да, то есть мы понимаем, что все эти видения, сны и так далее, и так далее, да, это проекции какие-то, да, то есть это человек нащупал в окружающем мире, да, через какие-то микросигналы нащупал вот эту свою миссию, и он ее из подсознательного, она рвется. Так, технология бестселлера еще будет? Да, конечно, будет перед, ну, если все будет, как бы, понятно, человек предполагает, да, сами знаете, кто располагает, но когда будет набор на курс романа, технология бестселлера – это, соответственно, подготовительный курс перед романом. Скажите, что вы думаете о сериалах, которые показывают по-домашнему? Я не знаю, какие сериалы показывают по-домашнему, хотя в свое время я даже что-то писал для этого канала. Как влияет их просмотр на человека, да, точно так же, как влияет чтение дамских романов, да, то есть как это жвачка, да, так она и влияет, как жвачка. То есть тоже я ничего плохого не считаю, да, что там плохо их писать, плохо их смотреть, да, но это жвачка, они пищи для ума не дают никакой. Есть ситуации, когда нужна жвачка, да, например, когда человек устал, мозги не работают и нужно просто буквиться на диван и посмотреть какой-то, не знаю, след по телевизору. Да, вот бывает такое, что надо посмотреть след по телевизору. Вот я, когда путешествую, да, где-нибудь в какой-нибудь, желательно, причем где-нибудь, не Америка, Англия, да, а условно говоря, там Италия или Венгрия, вот, и когда за день настолько упихтаешься, что уже ничего не соображаешь, вот, прийти в гостиницу, да, и найти какой-нибудь местный сериал и сидеть его смотреть, когда ты языка не понимаешь, да, а ситуации считываешь. Вот, и они, там, такая очень прямолинейная драматургия, очень простая, да, то есть ты сразу понимаешь, что к чему, вот, и вот сидишь и просто втыкаешь, да, то есть ты ничего не получаешь от этого, да, просто жвачку жуешь. То и думаем. Так, окей, хорошо, на этом мы сегодня заканчиваем, большое вам спасибо и увидимся в следующий понедельник. Пока-пока. Да, еще раз напоминаю, друзья, что полным ходом идет набор на онлайн-курс сценарий телесериала, 20, сколько там, 21 место осталось, и кто планирует, проходите, занимайте, и будем писать сериалы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...